Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. И когда Путин говорит о том, что молодые должны идти во власть, он говорит не о 2007, 2008 или 2009 годах. Он говорит о 2020. А это значит, что у нас с вами есть шанс. Это значит, что у нашей страны есть будущее. Суперджет не виноват, виноват пилот. К такому выводу пришел Следственный комитет, завершивший расследование майской авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек. После сотни экспертиз обвинение предъявлено командиру экипажа Евдокимову. Следствие считает, что он совершил посадку с нарушением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки. Адвокаты Евдокимова не согласны. Международный авиакомитет еще не успел прийти к каким-либо выводам. Таксисты по всей стране объявили войну приложением-агрегатором. Они недовольны размером комиссии. У Яндекс.Такси это, например, 20%. Завостовка началась еще 2 декабря, но пока не привела к ощутимым проблемам для крупных компаний. В Яндексе говорят, что просто ничего не заметили. Российские школьники упали в глазах ПИСА, международной программы по оценке учебных достижений. При этом школьники Москвы, наоборот, несколько поумнели. Раз в три года ПИСА измеряет начитанность, математическую и естественно-научную грамотность 15-летних. По сравнению с 2015-м в общем рейтинге Россия опустилась, соответственно, на 31-ю, 30-ю и 33-ю позицию. Москва же, наоборот, вплотную приближается к лидерам списка Китаю, Сингапуру и внезапно Эстонии. Китай занял первые места по всем трем направлениям. При этом даже китайцы с ограниченными возможностями демонстрируют лучшие результаты, чем обычные школьники в развитых странах. В целом заглянул в холодильник среднестатистического гражданина и обнаружил там овощи. Это самая популярная еда, уступающая в недельном рационе только хлебу. Мясо появляется на столе не реже двух раз в неделю у 80% опрошенных. Фрукты и ягоды у 74%. Общественники против капли никотина. Легальная продажа и пропаганда употребления так называемых снюсов и насваев, нюхательного табака и никотин, содержащих конфет, формируют наркотическую зависимость у тысяч российских школьников. Законопроект о запрете торговли таким товаром внесла КПРФ, но штрафы и запреты до сих пор ничего не изменили. В одном пакетике может содержаться до 40 миллиграммов никотина, что эквивалентно двум пачкам сигарет. Пятый этаж московского ЦУМа достанется детям самых богатых родителей. 7 тысяч квадратных метров будут отданы под люксовые бренды Dolce & Gabbana, Lora Piano, Gucci, Ralph Lauren. Название для нового пространства еще не придумали, только арендные платежи за него превысят 28 миллионов рублей в месяц. Строишь рожи, подрываешь национальную безопасность. ФБР занялась приложением FaceApp, разработанным питерской компанией Wireless Lab. Еще летом сенатор Шумер отправил запрос, не скрывается ли за каждой искусственно состаренной физиономией корыстный интерес российских спецслужб. Замдиректора ФБР по связям с Конгрессом отвечает «может быть». Хотя по утверждению компаний, фотографии всех пользователей хранятся на серверах в Новой Зеландии, Австралии и Сингапуре. Ничто не мешает переправлять их в Россию, где они могут осесть в базах данных ФСБ. ФБР видит в этом угрозу вмешательства в предстоящие президентские выборы. Заклятые друзья по НАТО слетелись в Лондон, чтобы отметить 70-летие этой организации. С одной стороны, все хорошо. За три года общие военные расходы блока выросли на 160 миллиардов долларов, а вырастут до 400. Совсем скоро НАТО проведет морские учения в Южно-Китайском море, а у границ России расквартируют еще 20 тысяч американских солдат. Но с другой стороны, все участники банкета недовольны друг другом и обмениваются уколами. Макрон говорит, что НАТО в коме, потому что готовится воевать с Россией и Китаем, а не с террористами в Мали, куда Франция шлет войска. Эрдоган говорит, что в коме сам Макрон и требует признать террористами курдов. Меркель недовольна Макроном и Трампом. Трамп, Меркель и Макроном. Которому обещают ввозные пошлины на французский сыр, вино и дамские сумки. Город бога, только не в кино. В беднейшей фавеле Сан-Паулу полицейские убили 9 человек. Трем из них 16, одному 14 лет. Патруль преследовал двух мотоциклистов, которые ранее его обстреляли, а затем пытались раствориться в толпе. Силовики блокировали площадь, где шел танцевальный марафон. Началась давка, но никого не поймали. Внезапные фанк-марафоны стали головной болью для полиции в этом городе, поскольку на них, на этих марафонах, с колес продаются наркотики и алкоголь. Как правило, танцы проходят под крышей самой мощной бразильской группировки, премьера команда «Де Капитал». Стрельба произошла в одной из беднейших фавел города – Параисополис. Она стала символом неравенства благодаря вот этим фотографиям. Фотографиям стены, отделяющей лачуги от теннисных кортов зажиточного района Марумби. Добро должно быть с автоматом. Епархия Сыктывкара поздравила с 20-летием заместителя главного редактора епархиальных ведомостей Максимкину. В опубликованном на сайте праздничном сообщении Максимкиной желает успешной учебы на юрфаке Госуниверситета имени Петерима Сорокина и неиссякаемой радости. Увидев себя с Калашниковым, девушка удивилась, а епархия объяснилась. Именинница, дескать, не обличена церковным саном, любит страйкбол и планирует работать в правоохранительной системе. Фотографию, впрочем, удалили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА